Здравствуйте! 20 мая в Барнауле на Гребном канале стартует этап Кубка мира по гребле на Байдарках и Каноэ. Спортивное событие такого уровня пройдет у нас впервые. Более того, будут разыграны несколько олимпийских лицензий. У нас в гостях заместитель директора спортивной школы Олимпийского резерва по гребле на Байдарках и Каноэ имени Костенко Дмитрий Кощеев. Он расскажет нам о том, как идет подготовка к этому событию. Здравствуйте! Здравствуйте! Прежде всего, люди должны знать, каково же отличие между гребцом-байдарочником и гребцом-каноэ. Только хотел спросить, да. Каноэ и байдарка – это лодки. В байдарке спортсмен сидит лицом вперед на специальной сидушке, так называемом сляде. У него в руках весло двухлопастное. И он поочередно справа-слева выполняет движение и движется по воде. Каноиз же держит в руках одно весло, и лопасть у него одна, прямоугольной формы. И он держит курс подруливанием, так как байдарочник имеет возможность руления. У него возле подножки находится механизм, и в передней части лодки в корме находится такое плоское металлическое звено, которое и помогает этому рулению, то есть руль. То есть у него еще и он у себя подруливает. Потрясающе! Я думаю, вот это точно мало кто знал из непрофессионалов. Скажите, вот сразу, правда ли, что в мае как раз будет сто лет с момента создания Международной Федерации Каноэ? И Дания планировала широко отпраздновать эту дату, если бы не барнаульский этап. Это как получается? Объясните, как это Барнаул перешел дорогу самой Дании? Да, действительно, датчане хотели широко отпраздновать, организовать свои международные старты у себя. Но дело в чем? В прошлом году был отменен ряд международных стартов, и не все олимпийские лицензии разыграны. Дополнительно к Кубку мира в Барнауле будет разыграно 6 олимпийских лицензий между мужчинами и женщинами в Байдарках и Каноэ в одиночках. И поэтому спортсмены, после того, как полностью отберутся на Олимпийские игры, должны иметь время для того, чтобы провести тренировочные мероприятия и максимально подготовиться к участию в Олимпийских играх в Токио, которые пройдут в конце июля, в начале августа. Вот это вот главная причина. Но датчане недовольны, что после Олимпийских игр следующие международные мероприятия как бы не будут такие яркие и красочные. То есть Олимпийские игры, получается, немного затмят их мероприятия. Вот в этом вся суть. Барнаул себя показал, в общем, как не просто точка на карте, еще более, да, еще более значимая спортивная точка на карте. Напомните, вообще сколько спортсменов и из скольких стран приедут в Барнаул найти? Мы предполагаем, что после первого этапа Кубка мира с 14 по 16 мая в городе Сегет, в Венгрии, спортсмены перелетают чартанными рейсами к нам. 17 и 18 мая уже прибудут. Мы предполагаем, что 400 человек будет спортсменов, ну и всего участников, включая представителей государства и тренеров, и врачей, массажистов, будет около 600. Из 50 стран мира. Для сравнения могу сказать, что у нас зарегистрировано в мире 86 национальных федераций и около 50 стран. Мы думаем, что к нам может приехать для участия в Кубке мира. Где мы их разместим? Много людей. Мы будем их размещать в гостиницах Барнаул, гостиница Сибирь, гостиница Алтай. Нам гостиница уже предоставляет необходимое количество мест. А на грибном канале у нас будут 50 шатров комфортных, 5 на 5 метров. И там будет размещаться каждая страна-участница. А насколько серьезная в техническом плане подготовка проведена этих соревнований? Потому что все-таки спортсмены мирового уровня, которые повидали такие, я думаю, грибные каналы по всему миру. Расскажу про канал. Канал у нас уникальный. Чем он уникален? У него большая глубина. Это рукотворный канал с глубиной 16-18 метров на всем протяжении дистанции. И готовясь к Кубку чемпионов в 2018 году, нашим регионам была приобретена дистанция. Эта дистанция изготавливается в Германии. И немцы ее делают очень высококачественной. В чем заключается эта дистанция? На дно укладываются железобетонные такие вот плиты. И затем натягиваются тросы. То есть они должны ровненько уложены, через них ровно натянуты тросы. И таким образом на водной акватории создается некий курс. Это у нас 9 дорожек в гребле на Байдархе и Каноэ. Этот курс проложен от начала, от старта и до финиша. Это 1000 метров. Разметка называется «Система Альбана». Почему у нее название такое? В 1960 году впервые применили эту систему разметки курса при движении спортсменов по водной глади. И это было применено на Олимпийских играх в Риме, недалеко от Рима. Есть озеро Альбану в горах. Оно вулканического происхождения, глубиной 170 метров. Но это природное, 170 метров. А так, чтобы рукотворный канал, напоминаю, 16-18 метров, таких я нигде не встречал глубин. Это достигает легкости грибка. То есть спортсмены говорят, что вода легкая, то есть на ней грести легче. Помимо этого, есть система хронометража, которая включает в себе стартовые ловушки на 1000 метров, на 500 метров и на 200 метров. И сложное, современное устройство, которым у нас специально обученный есть сотрудник наш, Барнаульский. Ну, помимо него, конечно, приедет целая команда, те, кто производит непосредственно эту систему ИМОС, система хронометража. Поэтому они нам будут помогать в этом, чтобы не было сбоев, технические работники. Оборудование самое современное, так как оно у нас поставлено с 18 по 20-е года. Вот они его ежегодно дорабатывают, и поэтому сами говорят, что вот у вас сейчас самое технологичное и современное в мире оборудование. То есть канал у нас оборудован по последнему слову, по последней моде международной гребли. Интересно, это же люди со всего мира, среди них есть весьма выдающиеся спортсмены. Рок-звезда, когда приезжает, у него райдер. Вот это мне в комнату фрукты, там водичка, что-нибудь такое. А здесь спортсмены, как ребята, сильно привередливые, либо нормальные? Главная цель, с которой приедут спортсмены соревноваться к нам в Барнаул, это, конечно, отбор на Олимпийские игры и сам Кубок мира. Каждый спортсмен, он профессионал. И в первую очередь ему необходимы условия для того, чтобы он показал максимальный свой спортивный результат. Поэтому я думаю, что не будет каких-то привередливых спортсменов. Они обычно приезжают биться за первые места. А по части спорта у нас все будет на мировом уровне, насколько я даже знаю. Да, я думаю, работает целая команда. Мы организовываем так, чтобы не ударить лицом в грязь, чтобы у нас все требования Международной Федерации Каной к месту проведения соревнований были все выполнены. Будем стараться, конечно. А вообще, это скорее, насколько популярен в мире этот вид спорта? Понятно, что футбол везде популярен, хоккей. А вот этот спорт? Его нельзя назвать таким популярным, как легкая атлетика. Потому что там в легкой атлетике много разных подвидов, скажем так. Гребля зародилась около... Как вид спорта начала оформляться около 200 лет назад. И как вид спорта, который может участвовать в Олимпийских играх, впервые был представлен в 1936 году в Берлине. До этого, в 1933 году, прошел первый чемпионат Европы по гребле на байдарках и каное. И в 1938 году, уже после участия в Олимпийских играх, был первый организован чемпионат мира по гребле на байдарках и каное. И сейчас практически каждый год либо чемпионат Европы, либо чемпионат мира. То есть ежегодно этот вид спорта продолжает добавлять в массовости. Сколько зрителей ожидаем на этапе Кубка? Мы предполагаем, учитывая, сколько зрителей было в сентябре 2018 года на Кубке чемпионов, до 8 тысяч в пиковом значении. Поэтому предполагаем, что каждый день у нас будет от 5 до 7 тысяч зрителей. Для этого построена определенная инфраструктура. Построены трибуны на 3 тысячи мест. Рядом с трибунами будет организована зона проведения досуга зрителей. Это торговые палатки по необычным продуктам питания. К этому мы стремимся. По продаже сувенирной продукции. Да и сами соревнования – это ключевой момент для зрителя. Еще у нас предполагается, что будет разыграна одна квартира и два автомобиля. Пока эта информация находится в проработке, но я думаю, что справимся с ней. И это будет еще один интересный момент для зрителей, которые приедут к нам на соревнования. А вот уже сейчас, где, как могут узнать отечественные, зарубежные любители спорта информацию о БТАПке Кубка? С 5 февраля у нас запущен сайт соревнований. burnoukanoil2021.com И любой человек может зайти по этому адресу. Там он увидит обширную информацию от того, каким образом можно записаться в волонтеры для того, чтобы помочь организовать эти соревнования и так далее. То есть там есть раздел русскоязычный и раздел англоязычный. Поэтому очень интересный, удобный сайт. Поэтому предлагаю всем нашим людям, гражданам и гостям на этот сайт зайти, посмотреть и первоначальные знания получить о наших соревнованиях. На Барнурском грибном канале работает еще и школа Олимпийского резерва. Ваши воспитанники, они будут принимать участие в этом соревновании? Да, буквально на днях я связывался со старшим тренером молодежной сборной России Погреблина Байдарко и Каноэ. И он мне ответил, что предполагается участие в полном составе молодежной сборной России. И в ней у нас как раз занимаются наши недалеком прошлом дети, наши воспитанники. А ныне уже призеры международных соревнований. Артем Пескун у нас стал серебряным призером первенства Европы и победителем первенства мира в 2019 году. Второй у нас Ушаков Владлен, он также был вторым на первенстве Европы и четвертым на первенстве мира. И есть у нас и девушка еще, Рябицкая Ангелина, которая также в составе, но в прошлом году из-за пандемии первенства Европы и мира среди юниоров было отменено. Вот мы предполагаем, что в этой команде они могут быть и принять участие в Кубке мира. Будет приятно, в общем, на родной земле, на родной воде себя показать. Да, они пообщаются впрямую со спортсменами и в неформальной обстановке, и во время заездов. То есть это очень большое, интересное дело. И такие мероприятия и общения, они затем способствуют в будущем в наращивании спортивного результата. Пройдут соревнования, и тут к вам приходит армия целая молодых барнаульцев и говорят, мы посмотрели, нам понравилось, хотим заниматься. Хватит ресурсов? У нас есть резервы для того, чтобы принимать по федеральному стандарту спортивной подготовки. Мы можем принимать детей, которым исполнилось 10 лет. Почему не раньше? Потому что вода все-таки для детей, тем более, является агрессивной средой. Обязательно умение плавать. Поэтому мы принимаем и будем принимать всех желающих заниматься греблей. Спасибо вам большое за интересную беседу. У нас в гостях был заместитель директора спортивной школы Олимпийского резерва по гребле на Байдарках и Каное имени Костенко Дмитрий Кощеев. Всего доброго. Спасибо.